Всем привет, на связи IT District. Совсем недавно я выпустил серию видео о том, почему сейчас стоит задумываться об удаленных профессиях, раскрыл все возможности, но как правило после осознания таких возможностей у большинства возникает вопрос, как начать заниматься удаленным творчеством и какую все-таки специальность выбрать. Об этом сегодня и поговорим. Но сначала немножко рекламы. Если вы хотите научиться разрабатывать сайты, то у меня для вас есть хорошая новость. У меня есть очень много различных курсов по созданию сайтов на системе WordPress без знаний программирования. Все эти курсы сейчас доступны по 300 рублей и идет большая распродажа, так что записывайтесь на обучение. Или если вы хотите, чтобы я вам под ключ создал сайт или разработал мобильное приложение, то также я могу для вас это сделать. Ссылка на сайт с распродажей и все ссылки для связи со мной есть в описании к этому видео. Итак, как начать заниматься удаленной деятельностью? Во-первых, нужно выбрать свою профессию. И тут очень важно сделать именно правильный выбор. Если мы говорим о классической удаленке, то есть работе в качестве фрилансера, то такие направления, как разработка сайтов, мобильных приложений, веб-дизайн, то есть дизайн сайтов, дизайнер в плане разработки логотипов, там различных баннеров, ну то есть дизайнер в классической интерпретации. Также интересная специальность, как дизайнер для построения UI, UX, ну то есть это разработка интерфейсов для мобильных приложений и не только мобильных приложений, а приложений в целом. Также имеется направление в маркетинге, это SEO-специалист, SMM-менеджер, также имеет смысл присмотреться к направлению переводчика и писателя. Но это классический фриланс, организация тут работы довольно-таки проста, вы регистрируетесь на таких площадках для фриланса, как например freelance.ru, оформляете свое портфолио и ищете заказы. Но тут есть один минус, на фрилансе есть две проблемы, это низкие ценники на ваши услуги и большая вероятность, что вас обманут. То есть вы должны понимать, что на фриланс приходят люди, которые хотят сэкономить и поэтому устанавливают вообще крошечные ценники. Так что же делать? Есть вторая концепция, это прям-прям удаленка в современной интерпретации, удаленно можно зарабатывать на 90% всех профессий. Запомните, главное, ваша профессия должна вам не только нравиться, но вы должны ее очень сильно любить и готовы заниматься ею целые сутки напролет. Это самый главный критерий по выбору профессии. Также существует несколько дополнительных критериев, ваша профессия должна вам давать следующие возможности. Вы должны иметь возможность работать на клиентов удаленно, работать на себя, то есть, например, открыть собственную компанию по указанию услуг в вашей сфере. Ну и в идеале ваша профессия должна давать вам возможность создавать собственный продукт, который вас прославит на весь мир и сделает довольно-таки обеспеченным человеком. Также я еще бы добавил такие критерии, как ваша профессия должна быть востребованной и не вымирающей. Возможно, даже ваша профессия должна быть вот-вот недавно появившейся и развивающейся. В описании к этому видео я оставлю ссылку на другое видео, в котором я рассказал о таких профессиях. Но даже в классических профессиях, которые известны всему миру уже несколько десятков лет, можно встретить эту концепцию и, конечно же, ее можно там внедрить. Например, вы работаете или работали, не знаю, там, бухгалтером, экономистом, юристом. Как вам начать работать удаленно? Например, ваш заработок может быть как дополнительным, так и основным. У вас имеется хорошая практика, например, не знаю, там, бухгалтерии, юриспруденции. И вы можете вести свой собственный блог на YouTube, где будете раскрывать некоторые проблемы в вашей сфере. Ваш блог будут смотреть как специалисты-бухгалтера, так и собственники компании, которые ежедневно сталкиваются с такими проблемами. Увидя вашу экспертность, они могут воспользоваться вашими платными услугами. Ну, кстати говоря, сейчас речь идет не только про YouTube, хотя YouTube это, наверное, самая перспективная платформа, потому что многие поглощают сейчас именно видеоконтент. Все ищут видеоконтент. Но также вы можете писать статьи на, не знаю, там, на Яндекс.Дзене или еще где-то, да, то есть вести такой текстовый свой блог, но он менее эффективен. Увидя вашу экспертность, люди смогут воспользоваться вашими платными услугами. Такими услугами по классике могут выступать сотрудничество с вами, то есть таким образом вы можете находить себе клиентов, либо также вы можете предоставлять платные консультации с почасовой оплатой. Выбор за вами, что использовать. Также вы должны быть активными в соцсетях и иметь демонстрацию своего успешного опыта. Например, в виде портфолио. Ну, конечно, это для тех профессий, в которых это уместно. А где нельзя сделать портфолио, можно сделать кейсы. То есть описать, какие задачи решали, какое было решение и к чему это все привело. То есть для второй концепции успешная организация удаленной деятельности состоит в следующем. Вы должны, во-первых, иметь опыт в виде оформленного портфолио, быть активным в соцсетях, вести видеоблог на ютубе с полезным контентом и правильно предоставлять информацию о своих платных услугах. В системе это выглядит так. Потенциальный клиент посмотрел одно ваше видео, другое, затем подписался на ваши социальные сети, почитал посты, посмотрел еще видео, затем ушел по своим делам и примерно через месяц или два вспомнил о вас, когда у него возникла какая-то проблема, которую вы сможете решить и обратился к вам за помощью. А вы, в свою очередь, оказали качественные услуги и получили клиента в свой портфель. Вот именно так сейчас работает маркетинг, а прямая реклама больше практически не работает. Что я имею в виду под прямой рекламой? Ну, например, реклама в Яндекс.Директ и еще где-то, когда вам нужно не какую-то дешевую услугу или дешевый товар прорекламировать стоимостью до 2000, а когда вы имеете, вы именно продвигаете свой бренд и настроены очень серьезно. Тогда только вот такой маркетинг. Итак, я вам рассказал о двух схемах. Схема фрилансера, когда вы просто зарабатываете на специальных биржах, сайтах. О них мы подробнее поговорим еще чуть позже. И существует еще вторая схема, когда вы зарабатываете как специалист удаленно через построение своей собственной такой экосистемы. Вторая концепция, как по мне, кажется более перспективной и правильной, так как она помогает вам прославиться на весь мир, устанавливать свои ценники за услуги, которые вы предоставляете. И также эта система позволяет вам расти как специалисту. Но используя эту систему, вы должны постоянно работать над своим брендом, которым является ваше имя. Итак, главный ответ на вопрос, как работать удаленно, нужно просто начать с построения своего бренда. Это очень трудный путь, вам придется приложить много усилий, но он того стоит. И ведь если бы это было очень просто, то наверное каждый второй бы работал так удаленно, а не ходил на свою нелюбимую работу. Так что этот путь стоит того, чтобы к нему присмотреться и выбрать его. А на сегодня у меня все, всем пока.